доброе утро сегодня я веду эфир из бани представьте выходишь мы в тени находимся и сразу градусов наверно 35 здесь вот прям сразу и ты такой сидишь в бане наверное не 35 ты сегодня решил спорить на самом деле ощущение как будто в море в таком жарко и ночью все изменилось подулку принес собой ветер такой видимо из африки потому что очень жара прям даже вчера на солнце ветер очень теплый теплый это не то что короче из бань вот поэтому я если буду беситься вы знаете что это мне просто очень жарко потому что я ужасно некоторые пишут 33 там под этот люди знают я же говорю 35 я чуть-чуть ошиблась на самом деле ужасно жарко на солнце им писали вообще что там солнце нет он марил какой-то солнце вон и есть сегодня поэтому если я буду излишне агрессивно то что же не он более адаптивно его куда не привези он везде легко приспосабливаться и к флоре к фауне к погоде и к архитектуре ко всему а я чувствую себя сразу очень-очень тяжело мне уже как обычно много вопросов мы на них сегодня много вопросов кстати почему-то в телеграм по домам там как куда покрасить или что будем отвечать да конечно мы по домам обсудим но это мне кажется такой отложенный спрос пополам опять до долгое время пополам вы мужик сделай пожалуйста чтобы не тухло сейчас я сделаю чтобы не тухло извините сейчас одну минутку мы сейчас начнем так экран так вот пишут что я тоже не люблю жару очень не люблю а давайте сейчас что опрос проведем такой значит кто любит жару тут поставит сердечко а кто любит холод поставки огонечек моих больше это один и тот же человек я в жаре вообще любят прям вот тухну это точно совершенно ну что давай отвечать на вопросы пока еще мало подключившихся но это неважно я люблю осень я тоже люблю 8 вы знаете лично я люблю весну за то что я еще такую знаете весну никогда она уже прямо распустилась а вот этот вот переход между прохладной морозов помните картину саврасова крачи прилетели кто-то нам звонит брат я позвоню врачи прилетели там вот если смотреть на небо вы увидите такие холодные но в то же время весеннее небо холодного для меня это причем у собрался вот эти качи прилетели было очень очень много версий собрался день рождения тут надену тем более тем более есть повод вспомнить но вот на небо у него удавалось практически на всех картинах и она была совершенно весенний вот такую весну я люблю когда можно завернуться во что-то теплое пить что то теплое но при этом ощущает свежесть свежесть ветра свежесть весны поэтому для меня это самое любимое время года ну ладно давай это лирика нюанс так вопросов нет хотя при встрече думаю были было миллион восхищаюсь вами и вашими работами спасибо мебель мебель а танго в доме да или это только дачный вариант плюс еще там кто-то спрашивал люстра из ротанга в классике вы знаете люстру из ротанга в классике я не приемлю и мебель тоже я считаю что это все-таки дачная история мебель из ротанга эта история кантри может быть это балконная история но все-таки это не классический интерьер и мне не современный мне кажется да и несовременно несомненно поэтому вот люстра из ротанга они могут и что из плюсов они создают очень уютный свет и когда у вас такой минималистично холодный интерьер и вам что-то хочется такого внести вы можете купить такой светильник с направленным светом вниз и это может неплохо смотреться но в целом это конечно создают такое ощущение но это предметы должен иметь какую-то поддержку вида за окном преда и сидишь качаешься да да на кресле качалке вот там у тебя приостанавливается за слабого сигнала может быть выключить вайфай выключить вайфай напишите пожалуйста видите ли вы нас видите ли вы нас свет это не те стулья про которые нас спрашивали из рода света света имеет ввиду что на культовых стульях я не знаю она она сейчас напишет кто автор этих стульев там есть сиденье и спинка из этого на самом-то деле не представляют из себя металлические гнутые трубки разговор то идет свет разговор идет другую мебель так ты раздвижные двери в шкафах использую какую-то мутную от жары значит раздвижные были очень двери популярные на стыке нулевых делали их в россии очень плохо шкафы эти до направляющие там очень широкий пыль туда забивалась и главное что глубину шкафа из-за этого признали стандартных 60 сантиметров если вы сейчас посмотрите любой дизайн проекта увидите что все шкафы планируются на 60 хотя если у вас дверки на петлях вам глубина шкафа на 60 в принципе не нужно вообще а раньше вот эти 10 сантиметров закладывали как раз на вот эту рельсу ну вот оттуда пришел такой стереотип поэтому стулья тонет на сегодняшний день на сегодняшний день я не использую раздвижные двери потому что сама геометрия дверей что одна за дверь за створка заезжать в другую мне визуально не нравится поэтому я считаю что вам не нужны раздвижные двери пользуйтесь лучше узкими открывными створками на обычных петлях и чем менее меньше глубина у шкафа тем больше вам проще видно что там внутри находится и проще вам шкаф или гардеробная индивидуально же иногда вот проще ниши под хранение потому что много вопросов вот там пачками сыпется с предоставлением каких-то своих параметров там вот у меня есть полтора метра вот у меня есть там столько тогда и они все решают гардеробную сделать или шкаф в этом в этой нише там каком-то месяц по изготовлению гардеробные копейки стоит гардеробные сделать дешевле чем построить хороший встроенный гладкий шкаф там с гладкими фасадами или с филенками вы просто знаете что шкаф это всегда задние стенки боковые стенки и собственно дверца хорошая дверца стоит денег больших денег вверху фасада фасад да 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 что касается гардеробные это построил стену в нее дверь сделал и штору допустим повесил даже если денег на дверь нет или дверь поставил до скрытого монтажа и даже если дверь гардеробную будет стоить там 100000 фасад фасад шкафа этих дверей будет 3 300 400 500 и так далее то есть понимаете что шкаф это дороже с другой стороны иногда шкаф действительно лучше когда мы хотим отдать пространство форму в пользу пользования поэтому надо оценить во первых какие у вас вещи вещи у вас крупногабаритные допустим чемоданы не знаю там доска для серфинга это одна история туда это лучше гардеробно то что в шкаф сложно поставить вот такие вот негабаритные вещи если у вас вещи просто для того чтобы вот костюмчики на ребенка то может быть достаточно и нишу под систему хранения в общем надо разбираться с каждой квартиры если у вас 150 метров опять же это конечно гардеробная если у вас 30 метров то наверное все таки эта система шкафов вот свет ты пожалуйста не путай действительно тонет это венский стул вот он никакого отношения не имеет к ротангу потому что потому что он не имеет отношения то венский стул в нем нет ни сиденья из ротанга может быть каких-то там модификациях и где-то и есть да но это не о том ротанг это другое все так как вы относитесь квартирам с панорамными остекленением остекленением аэротермальным отоплением ищем квартиру и попался такой необычный вариант но я если есть очень красивые квартиры в том же москва сити да например примеру вам просто да и здесь вот в тель-авиве полно таких квартир где остекление да вот у меня за спиной остекление в пол и это бывает очень красиво если имеет хороший вид я сейчас смотрела квартиру в одном из городов европейских надо было посмотреть там людей и хорошие окна в пол но они выходили прям прекрасные окна в пол но они выходили во внутренний двор и уже теряется смысл этого вот остекление в пол глупо выглядит ну не то что глупо ну смысла нет то есть тебя просто избежать не в остеклении в пол важен вид как и как и везде я не знаю в какой-то напишите пожалуйста какой стране такая прекрасная квартира которая еще есть еще аэротермальное отопление это наверное аэрод это отопление всего дома такое да аэродермальное отопление то принципе круто ты воткнул он стоит изначально достаточно дорого европе это стоит примерно для дома 15 20 тысяч евро вот но дальше потом эксплуатация на как достаточно бесплатно поэтому ну наверное интересно 4 этаж без лифта конечно смотрим но если вам возраст у вас не 60 плюс да даже если шевел я сюда ну круто конечно вполне можно рассматривать такие квартиры кстати вильнюсе как раз очень много таких квартир с окнами в пол и там всегда очень ухоженные дворы кстати там как раз можно рассматривать такой вариант если этот центр я как раз рассматривала вильнюс океане и не в центре там у них очень грамотная достаточно застройка даже новостроить 4 этажа окна в пол и красиво очень смотрится такие квартиры что касается четвертого этажа без лифта обычно это какие-то старинные дома да с высокими потолками и преимуществ намного больше к четвертому этажу вы привыкнете подниматься вам может быть и невысокий потолок потому что если если это строили до революции то это будет низкий потолок достаточно низкий около трех метров наверно там 228 очень поднимутся конечно бывает так вот если с мамочкой с ребенком вы для себя покупали мы для себя покупали и ни разу не пожалели я считаю что вопрос лифты если конечно там очень большой возраст и большие заболевания тогда другое дело во всех остальных случаях почему бы не я бы трудно продажи потом у вас все начнут начнут немного кабинется смотреть на какая квартира же есть квартира понравится так возьмут все равно это бывает и лифте есть а жить в квартире возможно опять несколько раз этот вопрос был наверное пропускал его можно ли класть деревянный пол на плитку под ней водяные теплые полы или демонтировать ну по-хорошему конечно надо демонтировать плитку потому что плитка она может быть плохо положено под ней могут быть пустоты и получается такой пил пирог то есть у тебя теплый пол греет плитку потом плита надо спросить туда человека вы собираетесь это теплый пол использовать наверное собирается раз он у них есть по-хорошему конечно надо сделать по-нормальному брать плитку как промежуточное звено не начнешь отдирать плитку разрушив каким трубки водяного пола там же придет придет какой-нибудь человек который воткнет посередине кирку и все в любом случае знаете что деревянные полы это сам по себе хороший теплоизолирующий материал мы кладем деревянные полы на электрические теплые полы и на водяные естественно что это не очень большой уровень подогрева мы используем в этом случае инженерную доску но вы должны понимать что само дерево она теплая то есть его эту плитку надо подогревать а вот зачем подогревать дерево я например для меня загадкой вот нас спрашивает про нашу дачу да нет у нас не было теплого пола под деревянным мы не парились даже если пол иногда был холодным вот по тем или на причину хотя мы утеплили его там со всех сторон но тапки ребят 0 зима зима деревенский дом носки и тапки теплые они решают все вообще задачи стоял дом на склоне и под нами была довольно такая большая дом на склоне представлять у нас получился соколь да у нас получился там целый цокольный этаж который не отапливался другая немножко история вот поэтому я считаю что если вам конечно совсем тяжело производить ремонт ну и кладите сверху ничего страшного не будет а если все-таки основательный ремонт лучше эту плитку брать на самом деле если пол отключать он не нужен тут после анализа ровности вот этой плитки до положить сверху и все и не парятся да вообще так 9 классов заканчивать или 11 ой хороший вопрос вы знаете в моей семье всегда считалось вы имеется ввиду что скорее всего после девятого класса пройти на профессионально моей семье всегда считалось что надо окончить полностью школу и завершить этот вопрос со средним образованием сейчас конечно я считаю что это не нужно и если мы много говорим о времени о потерянном времени вот одна подписчица написала дать я горит спорю на работе доказываю что 11 лет образования это слишком долго и она непрофессиональное и она излишне ненужное и все смеются надо мной говорят 11 даже мало что я вам хочу на это ответить почему-то гаснет экран не знаю почему или нагрелся он что а нагрелся к лифе а вот что я хочу сказать я бы не стала в сегодняшнем сегодняшних днях учиться 11 классов мой ребенок закончил школу в 15 лет правда она сразу пошла во второй класс и экстерном сдала последние два года это тоже другой варя это другой вариант и у нас не считает имя не который закончил айсад 11 класса но я даже не про экстерн говорю а просто про бессмыслость значит вот я читаю мне попалась такая надпись что 95 процентов знаний которые даются в школе в жизни вам не понадобится а понадобятся нейронные связи которые образуются в момент решения вот этих ненужных школьных задач а теперь вот представим что 95 процентов знаний которые вам дают в школе они нужны и были бы по культуре по литературе по не знаю там астрономии ну именно по тем вопросам которые языки и еще плюс нейронной связи писать на какой интеллектуальный уровень мог бы выходить ребенок сейчас школа в россии себя полностью дискредитировала полностью чем они занимаются мне иногда подписчики пишут иногда я читаю я я понимаю что ребенка нужно оттуда забирать и держать его исключительно домашним там образование черт бы с ним с этой социализации может она и не нужна такая социализация но главное даже дело не в этом в ненужности вот я например такой сугубо гуманитарий сколько часов мною было потрачено на физику геометрию химия совершенно бездарно преподаваемые неинтересно скучно вместо этого языки не бы понадобились и литературы и это было мне очевидно и в 12 лет и в 14 15 это говорил даже директор из-за чего вызывало ее просто нескончаемое бешенство я говорил что вы тратите в пою время жизни даже тогда мне было очевидно и ясно сейчас мне это очевидно еще больше поэтому я считаю что если у ребенка есть понимание куда он хочет чем он хочет заниматься куда он хочет какое последующее образование хочет получить тогда пусть из девятого класса уходит если такого понимания вообще нет и он еще не определился он еще такой дитя детен но пусть тогда учится 10 11 сейчас прагматично сторону ребятам скажу после девятого класса у многих есть возможность поступать в средние профессиональные это не пту колледжи да то есть сдав сдав этот промежуточный экзамен вот человек поступает а потом по окончании этого техникума условного он идет на второй курс института профильного да это лучше и у вас сохранится намного больше волос не выдранных на голове от сдачи или не значит бестолкового егэ который меняется каждый год внося туда вы попасть сейчас можете просто неправильно ответив на вопросы касающиеся какой-нибудь история короче система на мой взгляд сейчас система образования на настолько широкая настолько много возможностей сейчас что было бы странно тратить лишние два года на ненужное мое мнение так идем дальше так медали кубки ребенок вот закончил уже все до уехал уже куда-то там до медали кубки и все награды по больным танцам там активно получал куда их дети отдать ребенку я считаю все жить и живет значит отдать ребенку спросить коробку да и поговорить с ребенком даже его вещи я считаю что надо отфотографировать для себя оставить это все на память но остальное отдать ребенку искать милые принимают взрослые решения это твои вещи вот и ими распоряжайся хочешь точки зрения минимализма хочешь точки зрения сохранности как скажешь так и сделаем я считаю что это личные вещи ребенка и только он может еще подумать что около заставлял танцами заниматься может это мамина гордость может это ее награды она там мучила его я шучу так почти нет прихожей ну много таких квартир особенно где-нибудь он в израиле вообще нет прихожим можно можно сделать входную гардеробную забрав метров от гостиной рассматривать такой вариант вообще гостиной ухода это нормально гостиной у входа это нормально но только на консультацию ребят я не вижу ни планировки не вижу формы ваших гостин бывает гостиная такой кривой формы ты у нее забрал под гардеробную и гостиная приобрела хорошую такую архитектурно верную форму и у тебя уже все нормально ты уже гостиная стала чуть меньше гардеробная появилась и архитектурно красиво обычно люди которые смотрят мы сейчас поговорим с тобой наш про референсы поговорим про референсы есть в референсах что-то плохое для тебя используя референсы это прекрасно когда вы получаете впечатление какое-то о будущем объекте о том как он будет выглядеть но я заметил у некоторых своих читателей что они иногда берут референсы во первых либо берут референс в котором уже изначально есть ошибка эту ошибку они транслируют на свой объект они ошибку не видят они ее переносит в свой объект получается получается они берут такую фотографию до прикладывают к своей стене и просто и просто так как они копируют я смотрела девушку которая она просто читательница она не брала консультацию она сделала хорошую квартиру все хорошо но я увидела как размещен там некий предмет не буду сейчас уточнять чтобы там не сопоставляли ни с кем и я знаю из какого объекта она взяла этот предмет откуда был референс знаю что в том объекте было повешено с ошибкой заказчицы и и и это же ошибку перекочевала в новый объект вот для этого нужны в принципе консультации второй момент что когда вы референс берете например вам нравится интерьер а там 350 потолок а у вас 250 и вы идею из 350 заносите в свой 250 и создаете как же не горит вот эти горизонтальные линии получается потолок сжимается до чего он вас учет и так был маленький а вы его разделили еще тремя этими самыми горизонтальными полосами кухонный фронт да не тот самый не всякий референс можно приспособить к своей квартире и все-таки я вам советую если квартира надолго вы обращайтесь за консультацией потому что вот мы с одной девушкой проводили она будущий дизайнер и мы проводили с ней консультацию она насобирала там даже для консультации она мне прислала порядка порядка 100 картинок то есть там было очень много идей а квартира маленькая на 50 метров и там понятно что из этих идей можно взять там на процентов 30 остальное все не наш надо вот это все лишнее отсечь потому что идей очень много очень малое количество вещей которые можно приспособить к этому я считаю что референсы и насмотренность они очень хорошо должны ложиться на некую базовую теоретическую подготовку то есть ты должен на самом-то деле понимать каким образом это устроено как это должно быть и и возвращаясь вот к вопросу вот этой гардеробной на входе в где в гостиной до либо ты создашь у именно валенок да как ты как ты говоришь да ребят валенок это г-образное расположение планировки помещения комнаты в которых который выпадает то тот или иной какой-то угол его гардеробная размещала я могу размещить разместите в stories просто как комментарий там и был да что там сначала надо как бы курсы почитаете да тогда ошибок бы этих не было и скины сносились бы и тогда референсы в рельефе если вы работаете самостоятельно целиком и полностью начните все-таки с курса чтобы мы с вами говорили на одном языке он стоит копейки по отношению к стоимости даже не то что ремонт а по тоже может быть он он поэтому думаю что там знания должны стоить дорого я тут должен заплатить миллион рублей чтобы значит чтобы меня 90 процентов учили пользоваться автокадом и 3d максом и потом я буду ходить вот эти несчастные деньги по он собрали всю теоретическую базу по тому как надо проектировать основные вещи основные идеи основные приемы если вы их знаете вам уже в любой референс и вы можете себе применить знать как использовать пропорции знать как хотя бы концепцию вот поэтому не нравится я этот пример постоянно провожу значит в учебнике архитектурное или практическое проектирование под редакцией кринского это старый учебник по которым учились многие архитекторы советские так вот там про оси написано одно предложение ребят вообще эта книжечка на тоненько очень тоненько она примерно там страниц наверно или на этом но 200 может быть меньше так вот там про оси написано одна фраза оси в помещениях должны быть все оле оле 200 типа этого на подробно как применяется осень да так подрежь отписывается это была реклама реклама наших курсов курсы можно посмотреть из чего состоят по ссылке в шапке профиля instagram там еще есть курсы простые решения их можно уже включаться из них да и есть практикум 2 это 10 заданий которые практически с обратной связью вы их делаете или потом волей разбирать так поехали дальше линейная кухня гостиная в столовой или отдельная один вот когда такие размеры ребят сразу на консультацию приходите вот вот просто взяли свои размеры прибежали мало а газ у вас электричество высота потолков входная зона где двери сколько членов семьи проживает как солнце падает какая сторона света как мне все это оценить вы понимаете чтобы вам вот ответить на вот такие вот вопросы нужно оценить как же не будет произвести комплекс мероприятий изучить как минимум пять-шесть дополнительных вопросов вам задать такой любимый на самом-то деле какой любимым любимая кастрюля у вас нет если это чугун ног и ухват это отдельная песня отдельный дом как и ну какая-то отдельная песня да там если вы тащите как вы готовите да если это микроволновка ну может быть тогда и как-то и по-другому конечно но индивидуально при кстати очень когда вопросы задаете про планирование кухни есть это один из законов мэрфи наверное что каждый человек склонен преувеличивать свое свои профессиональные навыки в определённых вопросах например нет не профессиональные а умение ну например там 90 процентов женщин они преувеличивают свои кулинарные способности наши кулинарные способности ты знаешь да я я ты же знаешь приготовить можно все на всем на лопате очень вкусно причем в любых условиях в любых совершенно на 150 сантиметровой кухни на костре на газу на электричестве без всего если нет ни на чем все может каши из топора это надо чтобы хозяюшка была тоже добрая хозяюшка кушать вот очень нравится наш курс практикум 2 до выполняйте задание выполнять цветное белье или кипельно-белое ребят вот еще раз вот живя здесь в израиле пришла к выводу у меня даже было здесь белье все-таки один комплект был в полосочку только кипельно-белое она идеально отбеливается она и главное хороший состав ткани брать вот главное чтобы она была максимально меньше искусственных тканей лайфхак отдельный лайфхак какой-то ребят вот если вы ну понятно там есть бюджетные варианты там икея еще что-нибудь да и да ну например да вот но найдите в интернете тех чуваков которые торгуют бельем похожим на гостиничная вот вот гостиничное белье почему мы приходим да ведь они никогда не будут тратить деньги на вот эти расходники очень сильно потому что большая страстность большая статья статья расходов поэтому они покупают наиболее прочное это как скатерти в ресторанах найдите тех людей которые делают именно для гостиниц и все и вы забудете вы забудете про это будет внешний вид мы шили на заказ белье копейки она стоила там комплект шлипять или 6 тысяч комплекцию 20 тысяч это все вместе нет это мы до суши это ни один комплект полка 220000 да но сейчас я не знаю это было давно но он до сих пор этот комплект служит но даже в икеи кипельно-белое белье машинка ванишь все она белоснежная я не приемлю цветное белье на кровати это лишний визуальный шум это лишний хаос это лишнее ну ребят это вульгарно мелкие с растите меня это вульгарно ну я просто либо льняное может быть да вот такой вот натуральный ли он может быть но нам какие-то оттенки молочные да да ну на мой взгляд вообще белоснежно-белое ничего лучше не придумал вот здесь в этой иммиграции я убедилась в этом еще раз то что вам покажут в кино где красивая актриса с очень симпатичным красивущим партнером лежат на графитовом белье это все такая немножко вульгар нет это за это знаешь что ну я вам просто с визуальной точки зрения скажу это иллюзия потому что когда вы смотрите на это графитовое белье и думаете что в вашей спальне при открытых шторах при дневном свете это будет выглядеть так же ну это не получится не полосок черного квадрата 2 ну даже если у вас будут графитовые стены это пошло это пошло что такое жизнь я просто к чему хочу сказать что многие к вопросу референсов многие берут это из современных фильмов когда когда там поставлен очень классно свет когда совершенно совершенно выверенная картинка сзади да там фонари какие-то лампочки да пошло все равно пошло вот я даже помню фильм значит они лежат на черном шелковом белье ничего вульгар не придумать нельзя извините хорошо все а другой цвет однотонный вот только что мы обсуждаем другой цвет однотонный другой цвет однотонный это тоже будет об этом не не идите за серий сериальными картинками научитесь заведитесь для начала себе хорошие посмотрите посмотрите кино да посмотрите кино там вы увидите во первых ограниченный размер кадра в котором в котором маленький кусочек этого всего да мы не видим что творится вокруг мы не видим как это большинство этих кадров снято при задраенных шторах при искусственном освещении и при прекрасно поставленном свете у вас все будет по-другому вы откроете штору у вас все это заполнит на вашей значит на вашей любимой стене с кубками эта стена даст блики и будет все пошло надо людям объяснять так ладно удобные кресла и диван или или обеденный стол удобные кресла и диван и диван или обеденный стол хороший вопрос очень интересный вопрос но если если или если или тогда вот помнишь мы были в одном из французских замков там стоял такой диван и кресло и к ним низкий стол но за ним можно было пить чай и даже ужинать то есть было соединение такой дивана со столовой помнишь такая угловая такие угловые были апартаменты в замке не помнишь как замк слушай ну подожди можно разыграть но хозяюшки они же они же в них три смены блюд они готовят раз человек уже сказал даже не я бы выбрала диванную группу вашем случае я бы выбрала диванную группу может быть где-то маленький столик там размером 80 для борща с какими-то парой тонетовских стульев на какое-то экстремальное событие когда все-таки решили съесть борщ можно поставить но в целом я бы акцентировалась на диванной группе диванная группа книги и торшер это мой идеал гостиной стол красиво и очень хорошо но если стоит вопрос или делал по ходу похудания даже не до чем меньше возможности кушать тем ты стройнее меньше это за столом тем лучше тем меньше ешь чем чем более неуютный интерьер дома тем более тем больше ты гуляешь тем больше ты ешь нет больше ты гуляешь футок и не будут находиться пойду я погуляю я даже обратила внимание что там где искусственный яркий свет очень сильные и люминесцентные лампы я участвую скажу не только в россии обратила внимание что там больше едят то есть чем интерьер хуже и в ресторане чем интерьер хуже и смотреть некуда тем люди тогда ну хоть пожру простите меня за такой глагол да кстати где-то там отметили в комментариях на ю тубе там приходят на класс есть нам надо меньше надо сравнивать в контроль контрасте до сравнивать либо с собой либо со мной понимаете эстетика должна быть меньше есть и становиться стройнее надо чтобы что-то компенсировалось да если ты не услаждаешь себя едой в большом количестве значит должно быть какая-то компенсация это должно быть визуально во-первых красиво это могут быть там свечи это могут быть красивые очень тарелки или там чисто белые или даже с рисунками если вы любите это может быть какие-то веточки и уже тогда маленькая порция красивая она превращается в какой-то эстетичный такой прием пищи и ты уже садишься с чувством с толком не на кухне не три раза в день а пусть там один раз за ужин ну вот как мы там у нас когда мы жили в петербурге у нас там основной прием пищи был вечером или там москве допустим когда садишься и не спеша это долгая беседа разговор и так далее вот но это не обязательно делать три раза в день ну это как конечно как хотите на белую скатерть кладем салфетку под обеденный комплект кладем мы кладем мы всегда салфетку постирать постирать намного проще и и вот у нас же были тогда помнишь вопросы да как приучить домочадцев есть аккуратно и хороший прием они по они как бы постоянно по пачку скатерть но вообще при наличии стиральной машинки можно скатерть даже не гладить вот вы ее постирали эту скатерть надо первое надо иметь несколько комплектов до 22 я так делал расстилаешь скатерть она допустим не глажены ну вот если нет поможет берешь пульверизатором водичкой обрызгала она разгладилась и сиди вот у тебя снова чистая скатерть и салфетки салфетки просто дает очень удобно на самом деле салфетки очень удобно салфетки они еще меньше самому самому грязнули весов и нет ему надо значит тарельник поставили саши когда сашин попал моторе не это тоже одна из источника один из эстетических приемов подачи блюд вот саньки ставили большую я тоже бьёдь и спитали зубчики когда-то мы ставили тарелку плоскую а сверху глубокую получалось что визуально очень визуально красиво у нас ребенок с нами ел самого маленького возраста на тех же скатерти что все салфетка белая белая цвет скатерти конечно комплектом должно быть шейки у нас скатерти допустим было две-три до которыми постоянно любили пользоваться салфеток штук 15 вот прям 15 и вот так хватало это мы половина не пользовались так что со скатерти все и удобно и красиво слушайте когда не было стиральной машинки или когда чтобы постирать там моей маме заносили машинку из шестиметровой кухни в полутора метровую ванну это конечно проблема сейчас стиральная машинка есть у всех но я думаю 100 процентов слушатель даже здесь вот у нас было когда мы заехали изначально стиральной машинки не было я легко стирала вечером каждый день правда но быстро все замочил и постирал так или урок генут поставить полоску постоянно что-то стира я очень видишь не люблю когда есть грязное белье то есть как только грязное белье у меня появляется его сразу же стираю все еще чисто так ну что этим тяжелому по тяжелому так давай сначала не совсем тяжелая ладно так чтобы мне моему брату родители не дарили недвижим не дарили недвижимость поэтому мы выросли пробивными и сами имеем несколько объектов собственности подрастает следующее поколение как приучить их достигать что-то в жизни ведь им уже останется недвижимость от нас во первых почему вы решили что вы выросли пробивными потому что у вас не было собственности может быть вы выросли пробивными потому что вас родители хорошо воспитали с установкой что надо действовать надо шевелиться надо зарабатывать потом сама по себе квартира еще не дает ребенку содержание у нас семье было при уже подожди давай давай немножко переиначи недвижимость это показала уже достаточно большое количество времени в мировой истории владение ею не является гарантией ничего владение недвижимостью она 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 значит не даст вам никак не успеха не того что она поможет вам в чем-то ну единственное что вы бы наверно потом как бы разделив разделив доставлю доставшуюся на троих квартиру высотки поедите все куда-то там ну это опять же это 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 вот не вот у нас семье было принято так что старшее поколение помогает своему поколению купить первую квартиру однокомнатную я своей дочери также в свое время помогла и сделала первым делом как только есть полна с 18 она от нас уехала даже раньше в 17 и живет отдельно но при этом она работает как проклят и потому что она нашла дело мечты мне не надо своей дочери говорить иди работай есть при этом есть масса людей которые не имеют никакой недвижимости и все равно не работает поэтому вот такой прямой связи между наличием отсутствием недвижимости стимуляции к работе ее нет это первое есть у меня друзья у которых не было никакой недвижимости они до 40 лет все снимают и снимают и не могут себе заработать на недвижимость то есть мне кажется что он говорит мне кажется что вы приучаете детей искать свое дело мечты заниматься интересным занятием и деньги у них придут интересы у них будут если у вас в семье все работают и это перед глазами ребенка но не обязательно работать на какой-то работе прямо вот действительно работает то говори говори то и дети работящие вырастают если да это да и это не гарантия бывает что в очень хороших семьях вырастают дети которые совершенно не приспособлены к труду при том что родители были работящие поэтому такой прямой прямой связи нету поэтому я бы сказала так воспитывайте детей нормальными а если вы их что-то хотите для них хорошее сделать сделайте и не надо бояться будут они хорошими будут просто делал прошу еще наброси 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 опять жизни история показывает что владение недвижимостью не является достижением по нам по мановению там в течение одного дня меняется все вон в киев прилетает ракета до недвижимости превращается в труху на ты собираешь чемодан и уезжаешь никакой нет никакой недвижимости и надо своим детям пока а вот да вот вот он вот он кстати примеры хочу прям что показываю что ничто нет вечного что надо надо научить ребенка зарабатывать и заниматься хорошим любимым делом и это будет душу душу продал за недвижимостью в этом в дубаев да а как был козлом так и остался да совершенно верно ты клеишь обои на своих объектах ну на и канал эконом вариантах клею обои а так обычно не клею скорее в 90 процентов случаев не клею хотя не вижу в обоих ничего плохого просто у нас у большинства заказчиков и у нас самих коты собаки коты очень любят драть обои поэтому я как-то отошла от обоя в свое время их ноги реставрации у нас дайте есть есть дать можно купить на русском сайте кондратова потому что как раз экономичный ремонт простые светло-серенько беленькие такие обойки экономичные это вот кто торопится они толстые достаточно не обязательно идеально выравнивать стены и тогда получается слушаем уже 35 они нормали ветерок я подыхаю ребят очень жарко эти печень по поводу да вы пишите дать детям хорошее образование удочку я бы даже сказала шире дать детям умение искать нужные им знания вот у нас даже в институте искать себя и себя и нужные знания говорили настоящий юрист кто-то то знает где найти информацию да то есть он должен стать что такая информация есть и где ее искать вот это самое главное не задача напичкать советского офицера умело пользуется руководящими документами совершенно верно и вот затем наверху комментарий сыну подростку нравится готовить интересуется едой больше чем 8 всем остальным идти на повара да да нравится ребята такое счастье если сын подросток нашел себя в чем-то и у нашего помощника вот тоже сын он с раннего детства любил готовить ему было то господи лет там по 14 он там можно я вам сделаю можно я вам сделаю вот мы приехали в гости можно я вам сделаю вот там какие-то макароны или с каким-то супер соусом сделал сделал замечательно вкусно невозможно я говорю слушай какое счастье что сын нашел вот свое призвание стал поваром по моему это прекрасно но опять же даже если ты нашел это призвание это не значит что это на всю жизнь вот я много раз рассказывала что в поиске своего призвания в области дизайна архитектуры психологии я до этого занималась искать себя когда есть своя квартира гораздо проще это это оправдание я ничего не буду искать себя потому что у меня нет квартиры но это 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 совершенно оправдание каких своего бездействия конечно хорошо когда у ребенка есть квартира тут главная проблема даже в другом привить детям желание искать вот желание искать наверное самое главное сейчас информацию можно найти везде дед еще мой 20 лет назад мне сказал что сейчас не не профессионал человек не имеющий специального образования может добиться в сто раз больше чем обычный человек потому что у него возможности к поиску и к изучению того что его интересует они безграничны на любых языках даже если ты не владеешь языком можно переводить статьи изучать но если желание нет если растет водоросли как говорил один мой хороший профессор знакомый а у меня мои водоросли говорит ничего не хотят вот если дети водоросли это проблема вот тогда да тогда что есть квартира что нет квартиры что вы его так пинаете они ничего эти дети не добьются и к сожалению наличие хороших родителей не гарантирует что дети не превратятся водоросли вот так вот к сожалению иногда это какие-то задатки у меня девочка одна она работает педагогом в школе и она говорит нам в институте сказали что 85 процентов это задатки что уже заложено обучение образование воспитания это всего лишь оставшиеся там 15 слушай задатки они очень хороши но некий физиологические особенности они хороши в спорте например в плавании укрыл филл филпс да известный многократный олимпийский чемпион у него есть физиологические особенности у него длиннее руки него там мощнее ноги или еще что-то вот у него посмотрите про него да у него строение корпуса такое да что ему под позволяет выигрывать вот здесь вот может быть да хотя его потом обыграл человек не обладающий такими физиологическими способностями. Задатки, вот их надо как бы либо найти, ведь задатками может быть умение формулировать задачи и использовать при этом искусственный интеллект. Это задаток, задаток. То есть талант может открыть неожиданность. Не только определенное, что вот я хорошо рисую, и мой задаток, и 90% людей, которые начинают рисовать, они отваливаются, потому что у них нет чувства композиции. Еще я хотела сказать, что вот мы все время говорим про детей, а на самом деле поиск себя – это путь длиной в жизнь. Даже если вы в 50 лет, ну вот мне 47, занимаетесь чем-то, это не значит, что я не продолжаю поиск других каких-то интересов, вопросов в других совершенно областях. И чем шире ваши интересы, тем большего вы достигаете в той области, которую избрали как область своего максимального занятия или зарабатывания денег. То есть все великие открытия были совершены людьми, которые имели очень широкую сферу интересов. И в музыке, и в литературе, и в искусстве, и в истории. И это я говорю и про тех, кто изобрел лампочку, и про Эйнштейнова, и про Яблочкова, и про Эдисона. Это люди все очень широко образованы. Сейчас образование, ну в России, по крайней мере, находится на очень низком уровне. Развивая в себе любопытство, развивая в себе какие-то вот эти навыки, умения поиска нового. Ну вот Тесла, когда не было ничего, а было только лишь одно любопытство. Ну засунул руки в розетку и получил, о, топ течет. Любопытство, любопытство. Опыт, опыт. Поэтому я вам предлагаю всем, и с точки зрения развития своих мозгов, и продления молодости, искать новые сферы, не погружаться в постоянный быт и обустройство дома. Хотя это для меня очень интересная тема. Я могу очень, там, 90% времени обсуждать с вами. Несмотря на то, что ты очень увлечена интерьерами, ты, в принципе, очень хороший собеседник. Спасибо, Любима. Ну и есть много вещей других, которые... С тобой же интересно говорить, тебя смотрят люди. Ну да, то есть расширяйте свои познания. Вот тогда у вас появляются нейронные связи и новые знания, интересные вам. И эти новые знания запоминаются. И получается не тупой бубнёж в школе, который вам 95% действительно не пригодится, а именно интерес. Вот и детям надо прививать интерес. Прощупывать, что же их зацепит. Сегодня попробуйте с ребёнком готовку. Завтра попробуйте с ребёнком посетить усадьбу. Послезавтра музей. Потом ещё что-то. И раз, где-то щелчок будет. И вам будет хорошо, и детям будет хорошо. И тогда их не надо будет заставлять работать и искать своё дело жизни. Они сами захотят, чтобы день был их интересный. Вот речь идёт, да, я всё время говорю, речь идёт об одном дне. Вот один день должен быть достаточно полный. Значит, заказчик положил по всей квартире паркетную доску. Через месяц жизни опечален, какая она нежная. Все капли на кухне превращаются в тёмные пятна. Есть собачка и так далее. Как успокоить? Доска была не дешёвая. Спасибо. А тут, понимаете, ну вообще проблема, с этой проблемой мы столкнулись как-то раз лет 10-12 назад. Скорее всего, паркет покрыт плохим маслом. Когда на покрытой маслом паркете остаются следы, это значит некачественное масло. То есть доска была хорошая, а масло некачественное. В таких случаях хорошо бы, конечно, перец и клевая. Ну, либо с низкими, с низкими, каким-то укрывными качествами этого масла. Да, 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 это само масло плохого качества. То есть надо... Может, Китай, а надо не меньше. Надо просто использовать, понимая, что есть какие-то зоны с агрессивными средами, как, например, там зона кухни. То есть надо любую зону покрывать и очень... То есть надо посмотреть, что за поставщик, и на будущее с ним не работать. Заказчику предложить на кухне постелить ковровую дорожку красивую, как делают все американцы, и больше не беспокоиться об этих пятнах. Оциклевать? Да, либо... Ну, можно оциклевать, если это массив, или шлифануть, если это паркетная доска. Там все равно масло надо убрать, его надо... Его надо... Его надо... Счищать. Но, что хорошо при масле, что можно все-таки локально зачистить не всю квартиру, а вызвать паркетчиков от компании-поставщика, попросить их обработать это место, пошлифовать и обработать его заново маслом, и пятен не будет. Их просто можно убрать. Но вообще для всех, я вам говорю, что хорошие материалы, натуральное дерево, да, допустим, оно имеет право стареть, как мы все стареем. Только пластик, он выглядит почти так же, как вот в момент создания, но если оно стареет, то оно скукоживается одномоментно и выглядит чудовищно. Поэтому не то, что заказчику надо объяснить, а сами мы с вами должны понимать, что квартира, она не должна выглядеть, как в первый день ремонта. Она должна выглядеть благородно пожившей. Я на эту тему писала массу постов. К вопросу еще Пола. Сейчас и подписчики твои, я видел, присылали в директ и спрашивают. Сейчас появляются альтернативы, ламинат у альтернативы дубовому паркету. Это либо полы из сосны, я увидел у кого-то полы из березы, паркет прямо уложенный там елкой, как ты к этому относишься вообще? Я за любой кипиш, связанный с хорошими натуральными материалами. И там где-то вот кто-то написал, я видела в вопросах, что прораб продвигает сосну, сосну, и я все равно за, и считаю, что это все равно в сто раз лучше, чем какой-нибудь ламинат. Поэтому я за. Даже если... Сосна будет мягкая. Сосна она более мягкая. Даже если где-то образуется щелка, это не страшно. Главное, чтобы она высушена была хорошая. Ну, бывает, что она что-то там сыграла, может быть, влажность какая-то в самой квартире, вентиляция, влажность, допустим, увлажнитель не поставили, дерево начало играть. Ну и что? Ну и что? Ну появилась эта там трещинка между достами. Ну как же соседи по Бутову придут и скажут, ну что тут у тебя стучилось? Поэтому не заморачивайтесь на пустяках. Это же натуральное дерево. Да, ламинат, он не даст эту щелочку. Не за какие деньги в керамограните, в ламинате, в кварц, винил, хлорид и прит, в нем ты не купишь ощущения босыми ножками, утречком побежал по паркету. Ну это как женщина, ребят. Ну есть масса инстаграмных там девушек с сильно перекачанными лицами. Хотя я нормально, я прекрасно отношусь к улучшению и ботоксам, и ко всему. Но бывает такая граница, когда все залачено, и тогда уже просто скучно. Вот залачивать свою квартиру не надо. Так, я-то знаю ответ, да? Ну давай. Значит смотри, а покажи-ка в паблике, может примеры, как вписывать в интерьер предметы для животных. Ты вообще-ка вписываешь предметы? Ну там чесалки, дралки, вот такие фигни. Вы знаете, у нас нет чесалок, дралок. А вообще у тебя заказчики просят? Не просят. Я отрицательно отношусь к этим домикам для котов. Мне кажется, что это игрушка для взрослых. Кота нужна гора, да, как там, вода, гора. Это мейн-кун. Ну, любому коту. Слушай, у нас было столько повод книжных, да? Ну да. Что коты, они как бы позиционировали себя в этих, в иерархиях, да? В высотах, да. Я считаю, что вот эти лишние игрушки... Мебель же дерут? Ну вот мебель надо подстригать коготочки раз в 10 дней. И, ну, вы можете сделать когтеточку, но я в интерьере это смотрится плохо. Ну, мне не нравится. Поэтому мне кажется, что... Мне кажется, что это не очень красивый элемент. Если мы говорим про кошачий лоток, я его всегда устанавливаю в ванной, где есть унитаз рядом, где легко его почистить. Как правило, я прячу его за штору, либо в боковой стенке мы делаем маленький такой лючок для кота, и за дверкой стоит этот лоток. Его достал, почистил и поставил обратно. И кот у нас прекрасно под столешницей, при том, что у нас мейн-кун, это крупные коты, умещаются под этой столешницей и там ходят. Вот вода у нас тоже в мисочке для собаки, для кота. Это общая миска, большая, с водой стоит, как правило, в ванной. Ну, вот в этой квартире стоит на кухне. Все, больше ничего для специального. Да, животные у нас живут вместе с нами. Спят на наших кроватях коты, собачка спит, у нее есть лежаночка, в этой же лежаночке спит оба кота. Да, да, и все. Вот она одна на всех. До этого мы жили без лежанок для котов и собак. Долго очень время. Просто здесь плитка, поэтому мы собаке купили такую лежанку. А до этого у нас была везде деревяшка, и собака предпочитает спать вот у нас под кроватью на деревяшке, ну, на паркетных полах. Вот такая история. Так, всегда останавливаюсь на полпути. Если худеть, то могу держаться потом, как выпускают, ем, как не в себя. Ремонт все ищу, просматриваю, потом все равно мне денег не хватит на такой ремонт средств. Как быть не на полпути? Ну, может быть, вам уже обратиться к специалисту, там, с точки зрения диеты тоже, когда ты худеешь, ты себя физически просто не можешь остановить. То есть, ты резко там воздерживался 10 дней, сидел на одной водичке, похудел на 10 килограмм, а потом организм автоматически... И тут вообще вопрос того, что будет более широкий? Мы сейчас подойдем. Да. А что касается к ремонту... Нет, более широкий именно как не останавливаться на полпути? Иногда задача маленькими шагами. Приучайтесь, приучайте себя действовать маленькими шагами. Особенно... Ну, вот у вас есть долгосрочная цель ремонта, допустим. Ну, начните приучать себя начать дело и закончить. Чтобы приучить себя начать дело и закончить, надо назначать себе очень маленькие дела и очень маленькие шаги. Например, если я хочу похудеть, я, например, попробую не пить чай с сахаром по вечерам. Вот только это дело. Начайте закончить. Я придумал, как помочь девушке. Да. банальный на самом деле ответ и банальная подача. Не хватает вам мотивации. Вы не ощущаете себя победителем. Вам надо поставить себе какие-то... Вот именно для выработки в себе навыков победителя вам надо поставить себе такую задачу не сложную, не ремонт, не похудание, а какую-то вот то, что вы могли бы сделать и почувствовать себя. Ну, например, вы интроверт и постоянно сидите там на диване и выходить на улицу не хочется. А поставила задачу выйти один раз и это победа. И кубок себе. Вы видите же во многих каких-то программах компьютерных приложениях на мобильных телефонах вам всегда дают какой-нибудь там о, у тебя тысячу раз посмотрели этот самый да ты чувак крутой я тысячу раз тебе раз какой-то значок прилепили. Вот поставьте себе такие маленькие задачки ведь выйти один раз победа выйти три раза в неделю победа выйти семь раз в неделю победа и потом выйти значит гулять каждый день в месяц победа в любую погоду а потом вы сами не заметите как вы придете к результату похудания потому что вы просто будете ходить. Ну, в любом случае попробуйте большие задачи делить на маленькие истории большая задача ремонта она всегда делится на маленькие шаги и вы требуете от себя исполнения только одного шага и вот сделали а потом посмотрите готовы к следующему шагу следующий шаг маленький сделали и закончите вы приучите себя заканчивать начатое заканчивать начатое и тогда у вас и к вопросу вот когда вы говорите что начну ремонт а денег не хватит хватит вам денег просто нужно перри перри ставить приоритеты должно хватить на что ну там на демонтаж на стены сантехнику давай вот давай значит так еще сейчас поговорим мы сейчас ребят я перебил но мы продолжим сейчас эту тему потому что был вопрос как начать ремонт был такой вот давай как начать и вот опять с чего начнем ремонт надо начать с проекта с консультацией лисы скизали которые вы нарисуете сами со мной или с дизайнером сначала это план мероприятия от начала и до конца мы сначала оцениваем общий масштаб оцениваем квартиру смотрим ее что требуется то есть определяем ей требуется косметический ремонт либо это это будет ремонт переустрой сначала надо определить насколько нужна эта квартира на день на два на три на год потом второй вопрос в каком она устраивает не устраивает да это же тоже важный вопрос сколько членов семьи проживает насколько вы хотите вперед на самом-то деле да вот отвечая себе на первый вопрос и он поставить так стоит ли вообще в этой квартире делать ремонт или ее продать и двигаться квартире мечты так или например вы оценили свою квартиру и поняли что и вообще не надо заниматься вот есть такие объекты где я например смотрю а ей июне надо вообще этим заниматься этой квартиры дни на пять лет не на год не на два вообще не нужно просто браться за это дело вот знаете там человеку на прошлом эфире до написал очень сложно там устроиться в европе нужно там какое-то образование получить тому мы потратим на это четыре с половиной года времени а может быть надо ребенок допустим учиться не хочет взрослый мальчик что 23 года хочет уже пойти работать вот не надо какими-то вещами заниматься иногда надо найти более короткий путь например сменить неудачную квартиру на какую-то что любимый ты сегодня модерируешь что-то там написано еще подтвердить поэтому дальше в нем дальше дальше ну оценили до приняли решение что будем продолжать будем делать там допустим большой ремонт с переустройством там опять же когда есть у нас кстати есть в этом актуальном есть вот эта тема как делать ремонт не выезжая да там принципе все вопросы эти но это для экономичного ремонта почему когда вы готовитесь опять же к ремонту вот как начать надо оценить на какой вариант планировки вы пойдете более крупных переделок или менее вот мы в процессе консультации допустим я обсуждаю не меньше трех вариантов простой средний и экстремальный я его даже называю для всех наших подписчиков экстремально неприличные то есть это сложный вариант для переделки для согласования еще чуть заказчик смотрит о есть просто средне сложно куда мне пойти по какому пути когда вы определяете допустим мы идем по простому пути тогда вот у нас список мероприятий он вот такой то есть генеральный план должен быть а уже потом как только у вас концепция созрела допустим планировка есть электрику там мы набросали с вами даже пусть и это на эскизе пусть даже это сделано на плане бты можно и так хороший строитель с этим справиться и вы если в здравом уме с этим справитесь поиск строителей и да еще одним маловажным мероприятием выброс хлама когда вы начинаете писать в тз мне или там дизайнеру с какие-то миллион предметов которые надо вписать причем если эти предметы еще страшные по дизайну лучше не надо этого делать да не надо вписывать в уравнение то что не играет по большому счету никакой роли то есть надо обращаться к специалисту спрашивать а мне вообще нужен этот шкаф если у нас есть небольшая гардеробная а мне вообще нужны эти кресла кондовые если они выглядят чудовищно там конца 90-х годов и от них надо уже давно было бы избавиться и даже не надо их перетягивать а просто надо избавиться потому что форма ужасная вот такие вопросы нужно обсудить и у вас появится карта движения и по этой карте вы спокойно пойдете хоть в похудание хоть в ремонт хоть в изучение нового то есть как если я вам всем очень советую найти время поизучать такой предмет логика где есть масса это предмет который организовывает наше мышление так вот одно из правил логики это движение от общей задачи к частной и никогда наоборот никогда от маленькой задачи мы не выходим к новой то есть мы не начинаем разговора давайте отремонтируем санузел а потом возьмемся за спальню не надо сначала разобраться что мы делаем целиком с нашей жизнью какой у нас сценарий а потом решаем какой унитаз мы купим и и так решается в любом вопросе пойдем по деревянным домам а ты говорил по тяжелому по тяжелому ну по тяжелому хорошо у нас все не душно душно уже стал душнее ветер прекратился прямо деревянные дома спланируем строить одноэтажный дом 144 квадрата по молчанию идет отделка дерева стены пол и потолок планируем жить в нем постоянно стоит ли зашивать стены гипсокартон или хочется не хочется эффекта дачи все знакомые при виде отделки этого дома именно так говорят туда же фото есть даже требуется небольшая перепланировка возможно ли закрыть оба вопроса в рамках одной консультации да можно закрыть ваш вопрос в рамках одной консультации если у вас дом деревянный зашивать его гипсокартоном по моему очень странно из уже можно было не надо можно приз при постройке не использовать эту финишное покрытие видео так после она будет видеть досок красивый вы найдете откройте пинтерест заведите себе пинтер соседи говорят что это дача черт с ними с соседями просто сейчас желтые стены когда эти желтая деревяшка будет покрашена в белой не знаю там светло-серый будет совершенно другой до в оливково-зеленый совершенно верно в светлосалатовый цвет молодой зелени будет совершенно другое восприятие дома чего вы если дерево то оно обязательно желтый нет конечно да вы выкрасите в белый у вас получится прекрасный скандинавский дом изнутри да если вы покрасили дом например в белый светло-серый светло-бежевый просто уйдите от этих желтых оттенков и сразу же эффект дачи у вас пропадет а эффект дачи это просто из наших советских времен потому что всех стояла то вагонка и и никто не перекрашивал в то все это типичный стереотип и зашивать гипсокартоном в деревянном доме дом деревянный играет и гипсокартон будет трескаться как раз просто там тоже был подшивать ли подволок не трескаться будет трескаться у нас там была немножко другая история черновой потолок черновой потолок чтобы он выглядел плохо, а времени, сил на какой-то там, визуально, мы его просили, и то балки все остались. Но мы были готовы к тому, что этот гипсокартон будет трескаться, и нам придется где-то подкрашивать, и мы потом подклеивали какие-то плинтуса, там прибивали, ну, в этой пристройке, помнишь? Ну, только в пристройке, да, да, да. Ну, будет трескаться гипсокартон в деревянном доме, будет трещать, зачем вам заносить гипсокартон в деревянный дом. Ну, вообще, милости просим на консультацию, все эти вопросы там и закрываем. Про Питер, да? Про Питер, давай. Второй раз побывала в Питере, ехала именно с целью примерить город на себя для жизни, сейчас в смешанных чувствах. Может, мы не очень удачный район выбрали, остановились у Витебского вокзала. Подскажите, пожалуйста, на какие еще районы стоит обратить внимание, и как составить план по переезду в Питер? Ну, давайте начнем, зададим себе вопрос, а надо ли вам ехать в тот Питер, если город не приглянулся? То есть, если вы прошли... Может быть, район Витебского вокзала, ну, как бы... Да, Витебский вокзал вообще печальный, печальный, ну, то есть, не печальный, а печальный, ну, просто есть районы... Есть районы достоевщины, да? Да, да, давайте мы посетим с вами улицу Пестеля сходим, давайте посетим летний сад. Я сейчас говорю не для выбора места жительства. Слушай, но если... Подожди, Жень, погоди, не для выбора, а для просто погулять. Для того, чтобы переезжать, составить план переезда в Питер, надо понять, что вы в Питер влюблены. Вот был один вопрос, как вы любите проводить свой отпуск, какой отпуск вы для меня мечтаете? Для меня в 47 лет, всю жизнь, лучший отпуск было поехать в Петербург на час, на два, на день, на сколько меня туда пустят. И я могу жить в этом Питере под мостом, на Витебском вокзале, где угодно, потому что это... Ну, ладно, не жила бы ты на Витебском вокзале. Ну, на Витебском бы не жила. Витебский вокзал, кстати, классно. На самом деле, да. Я имею в виду центральные, естественно, районы. Питер – это лучшее место на земле. Но, бывает так, что для вас, может быть, лучшее место на земле – Нью-Йорк или Ростов-Великий. И тогда вам не нужно ехать в Питер. То есть, вам город должен понравиться. Поэтому тому, кто за... Слушайте, не надо город рассматривать, начинать рассматривать с промзон. Только, да, во-первых, не надо спромзон. Вы едете в Питер еще раз, посещаете районы... Давайте сразу рекомендуем, да. Васильевского острова. Так. Первая, вторая, третья, четвертые линии. Петроградская сторона. Да, Адмиралтейский район, Летний сад, Таврический сад, этот, как его... Ребят, пески. Пески. Вот из самых, как бы, условно, там, центральных районов. Недорогих. Но по сравнению с центром бюджетных, это пески, это все советские улицы. Ну, и Смольный. Либо вы идете, вот если на карту Питера смотреть, не вверх, а немножко, как бы, да, вниз смещаетесь к Новой Голландии. И если вы, вот посетив все это районы, сказали, эх, скучно, вам вообще не надо переезжать в Питер, вообще нужно искать тогда свой город. Вот, вот я подписана на один прекрасный отель в Ростове Великом. И, понимаете, люди взяли купеческий дом, его переделали, да, он стал очень красивым, очень, таким, купеческий, купеческой такой усадьбы. И видно, что столько предметов было куплено, столько вложено души в этот дом и в этот Ростов Великий, что это место мечты у людей. Вот вы, прежде чем переезжать в Питер, должны найти место мечты. Это раз. Если вы влюбились в этот город, тогда вы просто гуляете по названным мною районам, и я уверяю вас, вы найдете улицу мечты, и там ищите себе место. Ну, пишут, так, Витебский вокзал в центре возле Тюза. Ребят, вот Санкт-Петербург, в чем очень, достаточно уникальный город, да? Там много центра, рад. В том, что ты перейдешь мост, да, и с одной стороны, вот, например, какой-нибудь банковский мост, с одной стороны будут очень хорошие жилые дома, а на противоположной стороне канала Грибоедова, да, там будет мусор, какие-то пьяные обколотые студенты, да, и тому подобное. Питер разный. Ну, центром, Рубинштейна тоже может быть центром, да? И центр, вы можете увидеть и творение 18 века, и улицу Чайковского, творение 19-20 век, начало 20-го, и это будет ощущение, где-то Париж, где-то Вена, где-то Питер, это вообще Петровские дома, да, времен Петра, там, как вокруг дворца Меньшикового, если вы на Ваське будете гулять. Вот, в принципе, Оля, вам все красивые места, как бы сказала, да, там, где Раскольников и Достоевский печалились, да. Вы прошли по каналу Грибоедова, и вас в сторону Мариинки просто пешком прогулялись, как мы с Женей, да, выходили мимо Исаакиевского собора, шли в Мариинку, там, пешком, и вы не влюбились во все в это? Как это все хорошо было? К вопросу балета. Как это было прекрасно? Ты идешь пешком на балет? Ваши белые ночи, светло, людей почему-то мало, и вы, я помню, я... Ваши любимый Витебский вокзал никто не обидел. Да мы любим Витебский вокзал. Сказали, что это сам, ну все. Просто я говорю о том, что есть другие районы, кроме Витебского вокзала, если он вас не зацепил, возможно... Где Париж, где Вена, в Питере? Ну, ребят, везде. Везде. Да. На самом-то деле, на самом-то деле, господи, если смотреть... Где Питер и хороший? Слушай, если смотреть, я вам сейчас подскажу. Вот, не знаю, были ли вы в Париже или в Вене. Вот если стоять у Петропавловской крепости на острове, на этом Заячьем, да, и смотреть на Петроградскую сторону, я не помню, как эти улицы называются, вот там есть угол дома, это стопроцентный Париж. Это прямо дом, прямо набережной Сены. А где мы жили на Адмиралтейской набережной? Это же прямо набережная, этого, Парижская, вдоль Сены. Ребят, я вам сейчас объясню, почему. Вы сейчас можете опять обижаться, петербургцы обижаться, там, как бы, троллевали, да. Изначальным, изначальным, сформировавшим облик города, застроенный вот этими вот четырех-шестиэтажными домами, ну, там, восьмиэтажными, да. Это был барон Осман. Вот он построил в Париже, потом провели Парижскую ярмарку, да, и этот стиль постройки домов стал транслироваться по всему миру. Поэтому вы то же самое, вот эти вот дома, вы увидите в Будапеште, в Вене, в Чикаго. И, да, вот во многих вот таких вот местах вы просто увидите особый этот стиль вот этих вот домов. Ну, в чем отличие Петербурга? Да, если в Париже много однотипных вот этих Османовских домов, все-таки в Петербурге это очень индивидуальное строительство. И даже в бреду... Да, русские купцы, хламы добавили. Да, они классно все сделали. И вот вы идете вдоль улицы там, и вы все равно увидите, что, ну, там, миллионная улица. Каждый дом все равно, хоть они и в ряд стоят... На улице это все-таки до, как бы, слова Османовская. Будет отличаться друг от друга. Я говорю вообще о работе архитекторов. Ведь у нас архитектура в России погибла после Хрущева, когда индивидуальное проектирование домов завершилось. С тех пор архитекторы в России умерли. Вот само направление творчества... Ну, они умерли везде сейчас, модернизм он... Он тоже, ты посмотри, да, нет никакого индивидуального строения вот этих вот... Ну, мы сейчас больше, там, допустим, про Россию говорим. Поэтому... А, во Львове, кстати, вы можете увидеть. В Одессе тоже самое вы можете увидеть. Но Питер, он просто, это апофеоз всего. Это такая вершина. Я не нашла Питеру пока что сопоставимого аналога. Я считаю, что это лучший город, который есть. Поэтому... Но... К Питеру нет равнодушных людей. Его или ненавидят до оскомины, или обожают до вот невозможности. Я из тех, кто обожает. Но не надо переезжать в город, если вы в него не влюбились до потери сознания. Вообще, и замуж не надо так выходить. Если нету к человеку чувства, то не надо думать, что... Ладно, все, это я лирическое поступление. Ну... Бестактный вопрос тебе тут задают. Да. Какой? Ну, типа ты голоса не красишь, ходишь седая, как лунь. Да. И что ж ты так пренебрежительно относишься к себе? Я волосы крашу, но сейчас не крашу, потому что сейчас у нас очень сложный период в жизни, к сожалению. Седины добавилось? Седины у меня, да, прибавилось. У меня сейчас больше 50% седых волос. И мне надо произвести определенное мероприятие. Ребята, я вас порадую своей новой головой недельки через две. Потерпите. В свете этого вопроса мне вспоминается анекдот. Ну, ты же красивая женщина, вне зависимости от того, седые на тебе волосы, да, или еще что-то. Так вот, девочки, анекдот. Одесса, троллейбус от Аркадии идет, и вот, значит, сидит такая дама с чемоданчиком, с каким-то папочкой, да, а в 8 утра напротив нее прямо в дыме, но пьянющий мужик, вот он качается сидит, а она такая сидит, и говорит, мужчина, вы пьяны. В 8 утра, вы омерзительно пьяны. Он медленно-медленно поднимает. Вот он так ему говорит минут 10 про то, что он пьян. Он медленно-медленно поднимает уставшие глаза, смотрит на нее и говорит, дамочка, а у вас ноги кривые. Она такая, а я завтра трезвый буду. Так вот, милые комментаторы, Оля-то покрасится, а вы как были бестактными, так и останетесь. По поводу возвращения в Питер, конечно, я мечтаю вернуться в город мечты. Я надеюсь, что это случится, и случится очень скоро. Я твердо уверена, что все события, которые сейчас происходят, они закончатся менее чем через 9 месяцев, с большим треском, с большим шумом. И я вернусь в Петербург, и все в нашей жизни будет по-другому. Вот это моя уверенность, мой план и мое представление о жизни. Но я всегда допускаю, что могут случиться и другие обстоятельства, поэтому мои планы и мечты не мешают мне решать другие вопросы вместе с Женей и приспосабливаться к той ситуации, в которой мы сейчас находимся. То есть у вас всегда должен быть план А и план Б. И мы работаем сразу в нескольких направлениях. Мы ставим не одну удочку, а три и смотрим, где клюнет. Поэтому мечты мечтами, надежды надеждами и даже уверенность, но это не останавливает меня от постоянной деятельности. В движении в том направлении, в котором я могу в данный момент двигаться. Вот так я бы сказала немножко, как-то заумно, наверное. Ну вот так вот. Давай про галсы расскажем. Это же наш с тобой как бы принцип. Ребят, а если вы думаете, вот это вопрос опять же уверенности в том, что недвижимость поможет, да, или там даст какие-то гарантии. Жизнь непрямолинейна. Не бывает прямого пути к цели. И не надо расстраиваться, если на пути к вашей мечте есть какие-то повороты. Вот парусник любой, хоть большой фрегат, хоть маленькая какая-то лодочка, да, лучик какой-нибудь, да, они все двигаются галсами. То есть к цели ты идешь, к этому повороту, идешь постоянно, подстраиваясь под ветер, который помогает. И ветер, он же нас ведет, поэтому относитесь, ну и я отношусь к галсам. Да, это вообще отъезд из России для нас, конечно, шок. Несмотря на то, что прошло уже много времени, сказать, что мы до сих пор просыпаемся с мыслью, где мы, и как это случилось, что мы здесь. Но не первый день, как говорится, замужем. Мы прошли 90-е, это одно из лучших времени моей жизни, 90-е годы, когда тебе открыты все возможности. И вот чем меньше мне мешает государство, а в данном случае я нахожусь в том месте, где мне относительно мало мешает государство. Российское? Да, российское. Тем более я спокойно могу действовать, и тем больше планов я могу строить. Вот свобода, она превыше всего. Свобода внутренняя и свобода внешняя. Поэтому, да, я сейчас не в городе мечты, но это не значит, что так будет постоянно. Это значит, что мы галсами будем двигаться туда, куда надо. И еще там сразу ремарочка, да, родина не равно правящий режим и государство. Да, это точно. Поехали дальше, ладно? Поехали дальше. Про веранды. Скоро ли? Нет, про веранды я опубликую пост. У меня есть чудесный пост про веранды, про историю. Я его нашла вчера, этот пост. Я вам его просто переразмещу. Поэтому про веранды сейчас мы не будем. Хорошо, давай тогда. В какой стране, на ваш взгляд, люди умеют радоваться жизни? Ну, мы вчера с Женей обсуждали этот вопрос, пришли к выводу, что все-таки в южных странах, где больше солнца, там радуются жизни больше. Вот по опыту могу сказать. Хотя есть наши опросы, там, какого-то счастья, да, и вот какая-нибудь Дания, либо Швеция, они, в принципе, на верхних строчках. На верхних строчках, да. Мы сейчас говорим про внешние проявления радости, да. Ну, просто активно, вот вы знаете, эмоциональное высказывание, там, в Италии, в Испании, в Израиле. Вот здесь вот радости много. Здесь люди очень много активно выражают свои... У них нет такого, знаете, мы более ровные, как мне кажется. А вот здесь такое более эмоциональное выражение чувств. И, например, ты идешь с собакой, и все радуются твоей собаке. Ты идешь с ребенком, и будут улыбаться. Ты улыбаешься людям с ребенком, или без, и они тебе. Вот здесь это часто. Слушай, ну, привыкли уже к тому, что люди эмоционально выражают. У нас там через три дома, да, девочек какой-то праздник там устраивали. Они там, ну, так это весело, они так хорошо пили. Парисали до четырех утра, и никто не вызывает полицию, никто не обращает внимания, потому что просто вот молодежь собралась. Люди могут разговаривать громко. Вот здесь, да, тоже на террасах люди собираются. Мне кажется, что это относится больше к южным странам. В более северных, там, мне кажется, более просто эмоционально спокойно. Они, наверное, не расходуют тепло. Ну, потому что просто холоднее. А вот по уровню счастья, да, Дания и Швеция, они, конечно, обгоняют. Но это потому, что очень высокий уровень жизни. Я была в Швейцарии, была в Швеции, была в Дании. Слушайте, где я только не была, да, посмотрела. Ровное, спокойное проживание на протяжении длительного времени, когда люди знают, что ждать от своего государства, и у них от смены политика не меняется. Общее такое демократическое устройство страны. Они живут, конечно, спокойнее, ровнее и счастливее. И даже, вот я столкнулась, у нас одна заказчица есть, она, по-моему, живет в Швейцарии. У нее сейчас в Швейцарии, по-моему, да. Или в Швеции, в Швеции, по-моему. У них двое детей, а третий ребенок, ну, родился там с одной почкой. И вот, вы знаете, я поразилась ее ровному, спокойному настроению. То есть я бы бегала по потолку. Ну, и думаю, что вот в России вы бегали по потолку. Ну, когда Саша родился, ты бегала по потолку? Я бегала по потолку, да, у нас у Саши ручка не работала. Ну, в общем, проблем масса. А она так, вот, все сделают, все сделали. Вот для ребенка это, надо, да, присматривать за тем. Доктора занимаются, все хорошо. И какой-то, знаете, такой вот, это наша соотечественность, они просто переехали. Переехали уже давно, год там, наверное, пять лет, может быть, назад переехали. И вот внутреннее спокойствие, что государство тебя на улицу не выкинет с твоим ребенком, оно все-таки читается. И о том, что уровень общества это все-таки забота о стариках, больных, котах и собаках. И вот сейчас, например, в России обсуждается закон, его должны принять там об уничтожении бездомных животных. Вот более примеров фашистствующего государства я не могу найти лучше, да, ну, помимо обстрелов Украины, это вы все сами знаете. То есть отношение к бездомным животным это и есть. Вот вы знаете, вот здесь, вы думаете, вот хоть один уличный кот или собака живут поиском мышей? Ничего подобного. Каждый день, включая нас со Светой, ходят и кормят животных. И мы тут и ежика кормили, и штук пять котов пришло. Каждый вечер им ставят свежую воду, ставят корм, и никто их не отстреливает. Жарко будет, да, люди специально ставят воду котам возле поилок, возле статочки. Возле поилок подходит свежие. И это и есть, не уничтожение. Их стерилизует, да. Их стерилизует, ушко как подрезают. Численность контролируют именно способами деторождения, да. Но никак не физическое уничтожение. И вот, вы знаете, вот люди собирают подписи, а я, а у меня уже от бешенства, знаете, вот кулаки сжимаются. Думаю, ну как, вот вы в Думе, вы кто? Вы вообще люди? Или вы вообще звери из какой-то высшей помойки? Это, конечно... Это просто общая политика такая, да. Когда жизнь живого существа не ценится. Вот недавно там один деятель, да, Верховный, он как бы сказал такую фразу. Людских ресурсов у нас много. Ребят, вдумайтесь, это страшная фраза. Потому что люди рассматриваются не как индивидуумы. Люди рассматриваются не как жизнь человека и ценность человеческой жизни. Люди всего лишь восполняемый ресурс. Как, даже лучше, чем нефть. То есть, этот ресурс, который можно тратить по своему усмотрению. Вчера прочитала, что на мобилизацию можно, значит, отправлять диабетиков и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это, это что? Фашист? Фашизм? Евгеника. Евгеника, да, то есть мы уничтожим. Ладно, тебя забанят. Да, черт с ними, призабанят. Давай, все, финальный вопрос. Ты же говорил по-тяжелому. Вот только что по-тяжелому ты вообще рассказал. Да куда еще тяжелее, да? Как, на ваш взгляд, женщине быть утонченной? А ведь это не про вес, рост, размер. Ванне Карениной много раз упоминается, что у нее была полная фигура. Слушайте, утонченность – это состояние души, мне кажется. Это высокие устремления, это интеллигентость, это человечное. Это все продолжение к предыдущему вопросу. Это человечное отношение. Вот эта утонченность души отображается во внешнем облике? Утонченность всегда отражается в глазах. Людмила Николаевна Щербина, твоя любимая. Да, любимая. Она утонченная? Конечно. Ну, она как у Дрихеберна. Конечно, она утонченная. Я считаю, что утонченность – это, конечно, совокупность опять. Представление о жизни, образование, культура, взгляда на жизнь. Это такое утраченное, на мой взгляд, очень утраченное. Утонченных людей, как часто вы их встречали? Мне кажется, это большая редкость. Я даже сама, например, не отношу себя к утонченным людям. Я считаю, что я не дотягиваю до такой высокой марки, до такой высокой страницы. Но в любом случае утонченный человек – это интеллигентный человек с определенными взглядами на жизнь. И выражается это, конечно, не в фигуре, а именно… Есть в этом плане высокая требовательность к себе? Конечно, это в первую очередь. Интеллигентный человек – это всегда, и утонченный человек – это всегда требование к себе. В первую очередь, не к окружающим. Какой что утонченный человек, если ты от других требуешь? Ты от себя требуешь. Вообще работать надо над собой. Даже не над детьми, а над собой. Тогда у вас все будет получаться. Потому что вы являетесь примером для всех и для окружающих. И от вас будут отваливаться люди, которые не подходят под ваши взгляды на жизнь. То есть вы человек утонченный, то люди грубые, они будут от вас все равно отваливаться. Потому что вы как пазл, вы не совпадаете. Но я так, так мне кажется. В Грузии пишут, что вы несколько тысяч бездомных собак. Вот политика государства по отношению к животным, людям, старикам, она как раз и заключается в осуществлении законодательных, исполнительных мероприятий и комплекса мероприятий. Потому что одно дело просто любить. А как мы сказали про кошек израильских, собак тут брошенных нет, их подбирают сразу куда-то там. У нас соседская собака, хромая на одну лапу, она сама в уголом занимается, но приходит. Единственная бродячая собака в этом околочке. Она приходится потом сама домой. Так вот государство поставило такие условия. Мы делаем для развития популяции кошек то-то, то-то. Мы выделяем на это деньги. И сообщество, оно принимает в этом участие путем подкармливания, воды и тому подобное. Когда государство возьмет на себя не физическое устранение, а регуляцию численности путем, именно регуляции численности, да, пристраивать куда-то, организовывать приюты, раздавать по домам, учить население, вот. И тогда, и тогда. Вот это здоровое общество. Ну, я думаю, что Грузия движется в этом пути. По этому пути когда-нибудь она это решит, наверное. А я не люблю утонченность Карениной мне ближе к Кити. Ну, конечно же, Каренина. Слушайте, а Кити вам не скучно? Я что-то вот все читала про эту Кити, читала, ну, Каренину, трижды. Мне что-то она показалась такая скучная. А Каренина, она на поводу где-то своих чувств, страстей, но она более интересная. Просто про нее интереснее. Она вот влюбилась, у нее такие события, она переживала по поводу сына. Мне, например, все ее чувства более понятны, чем Кити. А не кажется для тебя, что вот, например, Каренина там и Кити, это две стороны одной женщины, например. Ну, то есть есть сторона... В разные годы жизни, да? Есть, например, сторона вот в Инстаграме, да. Я мамочка, тролливали, да, у меня дети. А потом она влюбилась в другого. Четырехкомфорочная плита. Да, я вся такая, показываю, а внутри-то есть еще сидит, это Анна Каренина, которая, эх, там, давай, лейтенант, иди сюда. Дети подросли, она постройнела, вышла в общество и влюбилась в офицера, и все. И стала она из Кити Анны Карениной, вот так. А вы что думаете, Кити не может стать Анной Карениной? О, еще как может. Просто она еще молоденькая. Ей просто в Ронске не попался. Еще не встретился такой орел. Да? Ах, глаза загорелись. Вот вы вспомните, ну, много есть экранизаций. Мне, например, нравится экранизация детей вот Кира Найтлина, мне нравится сама Кира Найтлина. Но мне не нравится, какого они Вронского подобрали. А вы возьмите Лунового. Я не люблю Лунового за его там... Как человека. Как человека во взрослые годы, он мне не интересен. Ну, просто мужик красивый. Но когда он был молодой, орел красивый. Ну, давайте, кто из вас тут напишет, что не обратит внимания на Лунового, будучи Анны Карениной? Не надо меня так смотреть. Я просто сейчас вспомнил, да. У меня есть давний друг. И он, у него глаз такой. Ведючий. Можно позавидовать, да. Ребята, вот просто представьте, да, вот троллейбус, да, переполненный, да. Мы едем от Адмиралтейства, ну, от этого самого, господи, от начала Невского, да, на Московский вокзал, да. И вот этот период, да, буквально 10 минут, да, он соблазнил, хотел сказать, был проводницу, кондуктора. Пассажирку. А пассажирки сидели с такими глазами, да и когда он выходил, одна такая сказала, так, можно я тоже с вами пойду? Вот представляете, да? Куда бы мы с ним не пришли, вот куда бы мы с ним не пришли, он офицер, он достойный человек, благородный, служит на севере всю жизнь. Но орел, вот как моя бабушка называет это, орел. То есть, знаете, глаза горят, искрится, он в каждой женщине видит женщину, что она вот, и это, это у него прекрасно. Бабоньки не устоите. У него жена красавица, умница, все, ну, вот есть такие офицеры. Поэтому есть такие люди, есть такие интересные, харизматичные личности, поэтому мы не будем с вами осуждать Анну Каренину. Да, в Амхате идет спектакль Сережа Крымова, да, интересно, почему еще не закрыт. Вот, Смольникова хорошо играет Каренину. Мы сходили на этот спектакль. Там Каренина играл Анатолий Белый. Слушайте, там Каренин красавец. Вообще, да? И совершенно роман считается уже сложнее. Вот, понимаете? Там этот самый Вронский-то был незаметный. Незаметный. Знаете, вот, когда Каренина изображали Хрычом, это была одна история. Ты понимаешь, ну вот Вронский, вот Каренин, он Хрыч. Когда ты смотришь, кто играл с Кирой Найтли, там тоже был, кстати, интересный Каренин, но там хороший актер. Джутлоу. Джутлоу, да, он Орел, но в этом фильме он играет скромную роль. А вот когда ты смотришь в этом спектакле Сережи, вот я вам теперь скажу, что Каренин-то мог быть совершенно не такой, каким описал его Толстой. И тогда история может повернуться еще третьим боком. И это уже может быть действительно любовный треугольник, где все любят всех. Ведь женщина может любить не обязательно одного мужчину. Она может любить одновременно и мужа, и любовника. Такое бывает, да. Да, это мужчины полигамны на самом-то деле. А бывают и женщины. Это популяция изменилась. Поэтому давайте не будем плоско рассматривать Анну Каренину. И утонченность она... Какие девочки вы сегодня утонченные? Мы наш эфир сегодня перевели в плоскость искусства, театрального, обсуждаем Каренина и прочих наших персонажей. Давай все, наверное, заканчивать. Почему вы считаете, что Каренин и Воронский это полная пошлость и обыденность? Я вообще считаю, что когда есть чувство любви, нельзя назвать это пошлостью и обыденностью, когда люди вдруг встречают друг друга. И да, у Каренины отсутствовало общество. Понимаете, мы еще судим о человеке по обществу, которого мы с вами вообще, Дарья, не знаем. Не знаем этого общества. Это общество умерло до нашего с вами рождения. Мы не понимаем, о каком обществе скучала Каренина, когда стала жить с Воронским. Мы не можем с вами делать таких обобщений. Вот это пошлость, а это не пошлость. Это очень однобокое суждение. Жизнь многограннее. Вот когда вы, будучи очень хорошо замужем, влюбитесь в другого человека, не важно, чем закончится ваш роман, влюбитесь на одну минуту, на один час, на один месяц, влюбитесь до потери сознания, вот тогда мы с вами обсудим, была это пошлость или нет. Вы судите о чувствах, которые вы никогда не переживали, а сытой голодного, простите за банальность, не разумеет. Слушай, воспитание чувств, оно, наверное, в этом и заключается. Только лишь в том разностороннем опыте, который ты будешь потом вспоминать, ту искру, которая проскочила. Может быть, после этой искры не было продолжения, а память осталась на всю жизнь. Вы вспоминайте письма к нему. И 20 лет замужем. Так еще не лечит. Так и все впереди, Дарья. Еще не лечит. Еще 20 лет замужем совершенно никого не останавливали. Я тоже был 20 лет замужем. Вот, пожалуйста. Когда-то. Не 20, 18. 18 лет замужем это и не помешало. Так что откуда мы знаем? Я рада, что у вас... Это хорошо, что Левин. И это может быть и останется у вас на всю жизнь. Но мы не будем судить тех, у кого по-другому. Потому что в чувствах вообще судить нельзя. Когда-то Герцена спросили, почему Евгений Онегин не полюбил Татьяну Ларину, когда она была молодой, свободной девушкой. А почему он ее полюбил тогда, когда она стала замужней дамой. Так вот, Герцин ответил, потому что пришла любовь. Вот есть такие вещи, которые не поддаются какому-то рациональному рассуждению. Бывает и муж хороший, и семья хорошая, и все прекрасно. А пришла любовь. И вы ничего с этим сделать не можете. И это хорошо, что вы любите. У вас так. Но есть еще другие, есть еще другие ситуации. Бывает и похоть, конечно, бывает и все, что угодно, но бывает просто любовь. Поэтому из чего любовь эта складывается? Из взгляда, из воспоминаний, как Женя мне часто говорит. Женя был у нас дома, когда мы еще только с ним познакомились. И моя мама показывала Жене наш фотоальбом. И на одной из фотографий я сижу, мне 12 лет, мы на юге, я сижу с книгой, как сейчас помню, с Чеховым, со спины сфотографированным, так, коса лежит, и вот чуть-чуть в полуоборота. И Женя мне сказал, я как будто всю жизнь желал и ждал эту девушку, и я ее встретил. И он эту фотографию, вот на протяжении, мы сколько с ним уже живем, да, Жек, вспоминает. Вот этот какой-то образ, он был где-то в детстве, и вдруг через много лет, уже Жене было 40 лет, он встретил этот образ в жизни. Ну разве можно тут устоять? Устоять, да. А что касается Татьяны, Женя, почему, Света, почему ты решила, что она была несчастна в браке? Ну, потому что все считают, что она, как бы, возможно, внутренне поддалась искушению, но устояла в связи с тем, что есть устои общества, ее моральные принципы. Ребята, я лично считаю, что Татьяна любила своего мужа генерала, и одновременно помнила о своей юношке. Ребята, вы оперу послушайте, да, что, как же его фамилия? Грушницкий, нет, как же его фамилия, в опере есть у него фамилия, просто в этом самом, в Онегине в самом нет. Так вы этот романс послушайте, романс послушайте, вот эту арию, и все станет понятно о взаимоотношениях в этой семье. Слушайте, там очень трепетное отношение генерала к Татьяне, и я уверена, что Татьяна любила. Гремлин, да, Гремлин, Гремлин. Спасибо за подсказку. Я считаю, что любовь бывает гораздо шире, она более, разные чувства можно испытывать к мужу, разные чувства к любовнику, и там, и там будет любовь. Или не обязательно к любовнику, а просто к любимушке. Знаете, вот эта вот тема про то, что и буду веком уверна, вот условное самопожертвование и несение впереди себя флага вот этой верности, ну или вот этого флага уничтожения в себе каких-то эмоциональных всплесков, ну не является ли там какой-то внутренней проблемой, да, и не является это добродетельно. Потому что мы таких людей видим, да, которые впереди себя несут вот эту икону целомудрия, да. Икону самопожертвования. И плюс с печалью на глазах, да, мимо меня прошла жизнь, но зато я вот, у меня вот впереди вот эта вот картина, на которой я в поясе целомудрия. Я к тому говорю, что чем старше становишься, тем больше грани находишь в этих взаимоотношениях. Ну, я понимаю, что это Пушкин, да, вы пишете, что это не я, это Пушкин, но вы же и цитируете. Ведь любую цитату можно транслировать под кем или иным углом, да. Мы не можем Пушкина теперь спросить. Так, ну что, еще ответим на пару вопросов и будем завершаться уже. По тяжелому. Это не самопожертвование и уничтожение, это выбор, глубокий выбор. Ну да, мы с вами согласны. Ну, часто выбор, помнишь, опять есть же неприличный анекдот про то, что... Опять же неприличный анекдот про то, что, ну что, ты отказываешь, всем отказываешь, да, ох, пожалеешь, деточка, ох, пожалеешь, да. Это разговор 80-летней бабушки и молодой. Так. Ладно, ребят, ну в общем, все, давайте заканчивать этот фривольный эфир. Да, сегодня у нас фривольный, видите, все, обо всем, об утонченности поговорили, утонченно. Бедная Татьяна разложили и Каренину, и Китти. Ну ладно, это не все равно. Слушай, ну хорошо. А что? Не равны ли мы с тобой вот этим комментаторам, которые приходят и оценивают там чужое творчество, чужое поведение путем своих неуместных вот этих вот высказываний? Ну это же наш эфир, мы здесь можем чего-то, это же наши гостиные, это же к нам люди пришли. И мы обсуждаем, да? Мы обсуждаем, да? Мы же не говорим об этом Пушкину в лицо. То есть это можно. Да нет, я лишь говорила и ты тоже о том, что роман сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Что есть вещи очень неоднозначные. И потом вы учтите личность Толстого, которую написал Анну Каренину. Он писал любое произведение, если вы хотите глубоко в него вникнуть, нужно смотреть не без отрыва от автора и от его жизненной ситуации. Когда он написал Анну Каренину? При каких условиях? Какие у него в тот момент были отношения с женой? Слушай, мне кажется, что вот есть у него небольшая повесть. Дьявол Толстого. Вот истинное выражение всей личности Толстого противоречий. Именно в отношениях между им, физиологией и женщинами. Вы почитайте Дьявол и почитайте Крейцерову Сонату. Почитайте ответ, Софья Андреевна. Вы будете лучше понимать Толстого и после этого опять вернитесь к Анне Карениной. Вот мне дед говорил, что если ты изучаешь какой-то предмет и ты в нем что-то не понял, иди вперед, а потом вернись назад. Вот в этом вопросе я вам советую. Почитайте воспоминания Толстой, почитайте записки, почитайте то, что Женя вспомнил, прекрасное произведение Дьявола. Почитайте Крейцерову Сонату, почитайте ответ Софьи Андреевны на эту Сонату. У нас есть дома эти книги, очень интересно. И вот потом перечитайте опять... Кстати, книги Софьи Андреевны можно купить в Москве. Они продаются и в домике Толстого на Ордынке, там где-то, да? Не на Ордынке, а на улице Толстого и на Пятнице. На Пятнице они тоже есть, да? И в Третьюковке есть, по-моему. И опять, ну, конечно, и смотрите по датам, когда была написана Крейцерову Соната, когда была написана Дьявола, когда была написана Анна Каренина. Это тоже очень важный момент. Поэтому решили погрузиться? Вот в наших простых решениях есть канон такой, скажем, да, погружения в какой-то вопрос. Вот решили что-то изучить? Вот изучите не поверхностно, не прочитайте одну книгу, а прочитайте все, что вокруг. И вы станете специалистом в этом вопросе, будете более глубоко судить предмет. Вы остановите время, оно будет немного медленнее пролистываться. Вы по-другому взглянете на вопрос и будете глубже судить об одном. Вот, кстати, в Телеграм прекрасная цитата из «Мастера и Маргариты». «Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих». «Так поражает молния, так поражает финский нож». Да, «Мастер» к тому времени глубоко в возрасте, условно, да? Ну, не глубоко, но… «Маргарита» по роману, она очень хорошо замужем, за чиновничком. Ну, изначально у «Мастера и Маргариты» любовной истории мастера не было. В первых версиях этой книги ничего про любовную историю не было. Потому что он писал роман про Пилата. Да, он писал роман про Пилата, совершенно. Кстати, вот чем Булгакова люблю, он никогда не был в Иерусалиме, а писал его так, как будто бы он там был. Это поразительно. Это просто какое-то открытие. Вот что делает роман гениальным, да? И вот появился… И ощущение тьмы, надвигающей на Иерусалим, да? Да, ведь он же не видел. Жарви. А когда мы это увидели живьем, и вот это сопоставляя с описанием от Булгакова, который никогда здесь не был, я считаю, что это божественное какое-то прозрение, открытие, которое с нами со всеми случается. Просто мы не все записываем и не все являемся писателями. Поэтому все очень и очень неоднозначно. И нельзя нам с вами навешивать ярлычки. Это вот точно нам не надо. И осуждать не надо. Пишут, что будешь ли ты публиковать отрывки из книги дедушки? Книга дедушки, во-первых, осталась в Петербурге. Вот есть страницы у меня перефотографированные, которые я вам выкладывала. Выложи еще. И я их выложу еще раз. Вы почитайте. Это, кстати, к вопросу это еще будет. Кто формировал тебя? Работали в прокуратуре этим следователем? Самообразование? Или дед, который приложил вместе с папой? Или папа, да. Который приложил кучу усилий? Я вам выложу те страницы, которые у меня есть. Книга эта небольшая. То есть там сборник его работ. Я не могла этот том весь взять, потому что там и его воспоминания, и записки, и его ученики сделали такую книгу. Эта книга осталась в Петербурге. Когда мы сейчас обретем наконец место на более длительное пребывание, мне эту книгу пришлют. И я вам ее выложу полностью от и до. Сейчас просто пересылка книг, это многомесячная такая задача. Вот пишут, что Булгаков в беге отобразил Истамбул. Так же там не был никогда. А Булгаков очень много общался с людьми, вернувшихся из эмиграции в первые годы. Когда там, помните, была волна, давайте-ка всех запустим. И потом всех потом, никто практически не выжил из тех вернувшихся. И все, кто возвращался, они описывали, он с ними общался, они описывали ему те ощущения того Стамбула, эмигрантского. Люди поправили, Константинополь это тогда называлось. Все верно, все верно. Константинополь, да. Да, все верно, все верно. Мы сейчас говорим просто этот сам. Стамбул это сейчас. Найти вопросы. Это тоже место, где, место бега. Да, да, место бега. Слушайте, как мы с вами все повторили. Вы знаете, вот за этот год на сколько вопросов я получила ответы. Иногда кажется, что многие события очень отрицательные, но очень важно, какой опыт вы смогли из всего этого вынести, с каким багажом. И вот все вопросы, которые были у меня связаны с революцией, с эмиграцией, с 30-ми годами, с репрессиями, с лагерями, с доносами, все получила ответ. И вот вы знаете, ну, Женя, познание, да, воспитание чувств. Кстати, тьма приходит. Тьма, вот она накрыла место, которому сейчас жесточайшая жара на самом деле. Уже становится холоднее и идут очень такие мощные облака. Облака, да, здесь большая редкость, такие облака. Поэтому вы иногда многие события в своей жизни можете трептовать как отрицательные. Но на самом деле это, как Женя хорошо говорит, это воспитание чувств, и это делает вас сильнее, умнее, многограннее. И вы можете совершенно по-другому взглянуть на жизнь, а через это принимать другие решения в своей жизни и делать другой выбор, и улучшать свою жизнь многократно к лучшему. Чем находясь вот в ровной, плоской жизни, она очень приятная, она удобная, это теплое, приятное, даже не болотце, а просто хорошее, приятное место. Но вот это все, оно усложняет и делает нашу жизнь более яркой, более насыщенной, даже если нам кажется, что это тяжело. А это тяжело, действительно. Вот на этом мы... Тяжело оставшимся, тяжело уехавшим, тяжело с обеих сторон. Я выражаю свою глубокую поддержку жителям Украины, жителям Белоруссии, жителям России, жителям принимающей Киргизии, Казахстана, Киргизии, Грузии, Киргизии, Израиля, Америки, Армении, Европы. Огромное, огромное вам спасибо за помощь и за сострадание. Вот, все. Все. Хорошо. На этом мы закончим. Сейчас будет эфир у моей сестрицы. Ты плачешь? Нет, я не плачу. 12 часов. Она вам расскажет про полезные и бесполезные добавки и всякие таблетки, про красоту. Короче, что работает, что не работает. Доктор Маринина. Доктор Маринина, да. Она может сейчас вам что-нибудь напишет. Вы можете посмотреть 12 часов. У нее небольшие эфиры, но они всегда по делу. Она все-таки доктор, но иногда что-то полезное может рассказать. Ну, правда, она очень умная, ироничная, с юмором, с юморком бабен какой-то, женщина. Женя, фу! Все, это мы обрежем. Спасибо всем на те вопросы, которые мы не коснулись. Я вам отвечу, как обычно, в сторис и в телеграм. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok.